Здесь чисто выпуск про бабки такой сразу прям. Сколько стоит жизнь на Шри-Ланке? Сколько стоит переезд? Сколько стоит содержание одного белоруса на Шри-Ланку? Тысяч пятьдесят, шестьдесят, где-то так вот. А еда это как мана небесная. Вы просто креветок много жрёте там каждый день с лобстерами. Надо ли переезжать на Шри-Ланку? Что делать? Отлично. Слушайте, не у всех такие белорусские подвязы есть, как у вас там. Коммуналку не считал. Тут будут люди смотреть, у кого... Лёха, он же белорусский пранкер. Гаррис едет, ёшкин кот. А в конце выпуска, кто-то смотрит до конца, мы все узнаем, что нас ждёт в 2023 году. Отлично. Как это считать свои мечты. Отбивочка там-тарам-там-там-там-тарам-там. Вот, и поехали. Всё, короче, ребятки, сегодня у нас такой интересный выпуск будет. Мы решили зазумиться. Такой необычный формат. Кто-то смотрит выпуск до конца, узнает раз, сколько стоит содержание одного белоруса на Шри-Ланке. Короче, сколько стоит жизнь на Шри-Ланке, да, Ась? Расскажете? Да, да. Сколько стоит переезд? И Ася ещё практикует, как правильно? Арканы. Ася практикует арканы. А в конце выпуска, кто-то смотрит до конца, мы все узнаем, что нас ждёт в 2023 году. Правильно я говорю, да? Ты говорила, что можешь под шамань. Вот. И, короче, что нас ждёт в 2023 году, ещё что? Что они узнают, кто-то смотрит до конца. Надо ли переезжать на Шри-Ланку? Что делать? Отлично. Как осуществлять свои мечты? Вот, всё, класс. Наверное, надо, короче, спросить, сколько вы там уже находите? Нет, надо, наверное, познакомить. Короче, ребят, это мой друг Лёха. Лёха. Это девушка Лёхи Ася. И они на Шри-Ланке уже... Сколько вы там... Чё он там ржёт? Сколько вы там... Мы три месяца здесь, три месяца на Шри-Ланке. Зимуем. Ходим босыми ножками по зелёной траве. Купаемся в океане. Ну, и работаем, конечно. Класс. Давай, наверное, знаешь, сейчас начнём сразу. Короче, вы два удалёнщика, ребят, сразу, чтобы Лёха удалёнщик, вот, и Ася тоже удалёнщик. То есть не получится, если вы работаете, торгуете в соседнем ларке. Ничего не имею против людей, которые торгуют в соседнем ларке. Переехать на Шри-Ланку не получится сразу. То есть надо готовиться. Давай, короче, сколько вы готовились к переезду, да, и вот этот вот момент, и геморрой на это или нет? Это была наша какая-то очень большая мечта в жизни, вообще жить на море, и я очень давно хотела зимовать в тепле, и мы, наверное, обсуждали этот вопрос, не знаю, несколько месяцев, мне кажется, полгода. Это, наверное, полгода. Больше, наверное, было психологической какой-то подготовки, чем самой подготовки, потому что продумать, что ты хочешь, видеть вообще, убрать какие-то барьеры. У меня, допустим, барьеры были с вещами, да, типа, что делать с вещами, куда их продать, сдать, типа, куда я их дену, маме завезу в Беларусь, и что мне с ними делать, типа. Ну, Ася, ты говорю, в смысле, арендуешь какую-нибудь штучку, и все, я такой, а, окей, ну, тогда поехали. И потом у Аси какие-то проблемы, типа, так вот. И так постепенно, просто затыки каждый убираешь друг у друга, и бегаешь. Так, ну, короче, перед тем, смотрите, перед тем, как начать финансово готовить, нужно еще себя готовить, приготовить морально сначала, правильно? То есть, потому что, я так понимаю, переезд в вашу, он не спонтанный, был у вас там подушка сначала, сначала морально подготовились, потом подушку, потом, да, там, типа, сам переезд, скажите, раз у нас честный разговор про бабки, с какой вы подушкой туда поехали? Ну, там, хотя бы там до миллиона, до шестиста тысяч, потому что, ну, как бы людям будет интересно. Потому что кто-то рванет с Трицахой, работает на Трицаху, короче, и рванет тупо. У нас было сколько-то долларов? Под четыре тысячи долларов где-то было, и плюс на картах у каждого, я не знаю, сколько у Аси было, тоже там, ну, не знаю, ну, еще тысячи три где-то было, если говорить. Это по тому курсу, правильно, который был, соответственно, более-менее побольше. Вот, я понял. Мы вдвоем работали и никогда не останавливались, то есть не было какого-то страха, что деньги пропадут. А слушайте, Аси, говори, говори. Да, то есть мы все равно, да, действительно работаем, действительно, ну, просто зарабатываем, и мы посчитали, сколько стоит наша жизнь в Москве, и сколько может стоить здесь жизнь примерно, да, мы посмотрели какое-то жилье и поняли, что это плюс-минус примерно одинаковые деньги. А давай сразу сравним. В Москве вы за сколько снимали? Где-то 28. Ну, плюс коммуналка, наверное, да, или в социуме. То есть это 33-35, да, всего с коммуналкой выходило? Нет, мы снимали у друзей, поэтому там было 28 в сумме. Где-то плюс-минус. Ага, так. Попруга наша, она иногда коммуналку не считала. Я понял. Так. Там живете в дом, типа, и все, окей. Окей. Ну, слушайте, не у всех такие белорусские подвязы есть, как у вас там, коммуналку не считала. Тут будут люди смотреть, у кого все считается. Коммуналка, первый месяц, последний месяц, сдертый ковер, разбитый стакан. Короче, а тут сколько стоит у вас? 400 долларов. В принципе, один в один, считай. Если брать курс 70, то это будет 28 тысяч. То есть вообще ничего не изменит. Так. Окей. Еда. Момент тоже, да, кто не знает, они почему-то некоторые, знаете, я вот знаю некоторых, они считают, только вот там, типа, съемы столько-то стоят, а еда, это как вот мана небесная такая, она как бы словно, пополняет нашу, поеде. Что, сколько уходило в Москве на еду? Скажут. Это его больше. Ну, в Москве уходило намного меньше, потому что ты пользуешься разными фишками, приложениями. Давай сколько? У нас здесь чисто выпуск про бабки такой сразу прям. Ну, наверное, не знаю, тысяч 50-60 там, где-то так вот, до 40. На двоих, да? Да, на двоих. Причем мы очень часто, чуть не каждый день куда-то ходили, ну, какие-то кафешки, да, заведения. Ну, и не открыто. То есть там лосось, там все как надо. Окей, так, 50-60, а здесь сейчас сколько? Сейчас больше уходит. То есть сейчас у меня вся зарплата там под 100-110 тысяч уходит вообще легко. Ну, это вместе с оплатой. Ну, да, это вместе с оплатой, ну, то есть 1080, наверное, так уходит. Ну, это еще с учетом повлияло, то, что вы туда поехали, там курс был пониже, а потом он повысился, да? Ну, короче, типа, если подытожить, да, то вдвоем можно там на Шри-Ланке в 110 уложиться, да, еда, передвижение, и съем жилья, да? Да, мы живем, ну, называется Унаватуна, да, то есть это такое туристическое место, да, и, ну, здесь достаточно высокие цены по сравнению с другими, то есть можно куда-то уехать, другое место, где будет не так... В горы. Нет, в горах тоже может быть дорого. Ну, где-то, не знаю, поменьше развитая инфраструктура, да, это там может быть действительно, в кафешках все подешевле, ну, в среднем, не знаю, в кафе мы вот на сколько едим, ну, обед или ужин, у нас приходит. Ну, 500 рублей из человека, там, плюс червы, ну, это так. Ну, да. Смотрите, ну, то есть если ужаться, там, например, двоем, там, тысяч на вот 60 можно прожить, или нет, типа. Не, можно, можно. Можно, да, то есть, мы, например, ну, как бы мало готовим. Вы просто креветок много жрете там каждый день с лобстерами, что не сторис, то лобстеры с креветками. И, а, еще, Леха, он же белорусский пранкер, да, он же, люди не знают, что он едет на мопеде и может въехать то в барбершоп, то в яму, куда-то там взлететь, да, вот, ну, как бы, ну, есть, поэтому, Леха белорусский пранкер, он там исполняет. Слушайте, а сколько перелетов стоили вот это все? 35 на одного, у нас был билет в одну сторону, мы не покупали обратно, и виза, сейчас про визу расскажем, виза же еще. 35 баксов, по-моему, было первоначально, вот эта месячная виза, но сейчас уже можно делать полугодовую за эти же деньги. Ну, то есть сейчас виза очень... То есть 70 кэсов, два билета, плюс виза по 35 долларов, это 70 долларов еще на две визы, да, но я так понимаю, вы же заранее покупали, то есть если там берешь день в день, это момент к чуваку, если чувак с ларька за тридцах собрался сразу свалить, у него не получится это сделать, да, как бы надо, как бы, ну, заранее, да, то есть выгодно, потому что если... или как? Билеты можно поискать даже чуть-чуть подешевле, мы просто смотрели еще какие-то хорошие авиакомпании, мы смотрели, чтобы между ними было небольшой промежуток, чтобы там кормили, ну, мы просто еще смотрели, не самое дешевое тоже. А, ну, тебе пожрать лишь бы, тебе лишь бы пожрать вот это вот, чтобы кормили тебя в самолете еще. Да. Ась, сколько стоит содержание одного белоруса на Шри-Ланке с едой и пропитанием? Дорого, походу, премиум пакет. Так, короче. Намного дешевле, согласен. И место можно... Смотрите, ожидания с реальностью сошлись, честно, вот, типа... насчет цены на еду, нет. На жилье еще плюс-минус где-то, ну, не сильно травмоопасно, ну, то есть на еду прям что-то очень сильно они задрали, и так смотришь еще январь, они опять цены переклеивают, и уже даже переклеивают, но, знаешь, у них есть вот чипсы или какие-то там, не знаю, конфеты, что угодно, там, шоколадки, у них цена сразу есть. Они берут, по соцсетям, не херачат, и все, новое такое. Ты представляешь, ты такой, знаешь, ешь такой чипсину такой, она там подорожала на два, там, что-то, я не знаю, песо, обратно ее такой, типа, нет, спасибо, не надо. Но вы же, это с учетом, что вы вообще же не готовите там, правильно? Вы едите постоянно в кафешечках, правильно? То есть как бы, типа... Практически, мы нашли хорошее место, где плюс-минус нам даже как-то завтрак чуть-чуть меняет, мы что-то попросим, мы что-то долго живем, да, и нам идут навстречу, и вообще какие-то просим вещи, там, каши, не каши, и нам меняют, идем в какое-то заведение, нормально едим, нормально, так, плотненько там, и потом уже какой-то ужин, там, авокадо, огурчики, там, плюс-минус что-нибудь такое, яблочки, фрукты, и нормально. Яблочек тут нет. Да, смотри, дороже покупать в кафешках, или готовить самим, как вообще вам типа? Ну, тут же что же? Тут же не готовить, потому что времени нет, правильно? понятно, как бы ты работаешь, если работаешь? Не совсем так еще, тут просто до магазина нормально, ты не доберешься, тебе надо ехать либо на автобусе, либо там на байке, куда-то в соседний город, и плюс-минус там будет средний магазин, в котором нету сыра, или он очень дорогой, или как... Ну, плюс-плюс ты, как бы города уже боятся, что ты на байке там рассекаешь, они уже между... Вы знаешь, как помните, где там, или в «Игре престолов», или в каком-то, когда нападение было, они костры поджигают и зажигаются по всем стенам, они такие, «Гаррис едет, ешкин кот, на мопеде, Леха там... Да, короче, так...» Как бы сложно, какие-то продукты, ну, что у них холодильники плохо развиты, и оно какое-то, ну, по ощущениям, как будто все отлежавшееся, да, и ты не хочешь особо покупать, вот и все, не знаю, доверяешь заведениям, и то в заведениях мы тоже покупали, бывало тухлая рыба, и ты ее меняешь, ну, как бы такое себе, хороший заведений, который в прошлых годах, такие, вот, одно из лучших заведений, приходите, розовый слон, пожалуйста, ты приходишь, тебе даю тухлую рыбу, и как бы ты такой, спасибо, и пошел. Спасибо, дайте мне... Ты такой, наверное, такой тухлая рыба, жди завтра мой байк. Вот в это заведение, типа. Блин, слушай, а если я тебя как все устраиваю, то, что Леха, я вот когда с ним созванивался, такой все, короче, счастливый, живу не могу, кайфую, жизнь жру ложками, просто, как бы, валяюсь в море, тебе как вот, ну, как девушке, да, которая туда переехала. Ну, мы что-то в какие-то минусах шли, но на самом деле это офигенно, да, когда реально 8 минут пешком, у тебя океан, когда тут солнце, ну, как бы вообще, да, ну, это не облачка, да, но вообще вот это вот, как бы понимание того, что ты такое посмотрела, вроде такое, только начнешь по Москве скучать, там, да, с его, с мистиками, да, там, не знаю, тут вкус вилл, тут доставка, тут, я не знаю, все женские, да, маникюры, педикюры. Там на крыше Яндекса пожрать. Да, да, и тут такой, как бы, а потом вспоминаешь, ради чего ты ехал, ну, реально, просто было тебе тепло и комфортно. А какая цель? Какая цель у вас вот была переездка туда? Ради чего вот, кстати, классно? Ну, я вообще, я не люблю холод, я, меня жуткий депресняк зимой, да, вот это все серое, я просто хотела попробовать зимовать в каком-то теплом месте, вот, и в этом плане, ну, прям вообще на 100% все сбылось, и очень прикольно. Я знаю, что вы же переехали, получается, да, что вы, типа, сначала, как Леха въезжает, въехали на лопеде в один дом, там здесь растуха пошла, и пришлась во второй. А почему переехали с одного в другой, вот коротко, если? Тут очень все зависит от того, кто содержит этот дом, да, вот, например, у нас сейчас вилла такая, здесь очень классная хозяйка, которая 20 лет жила в Италии, у нее вообще другие какие-то понятия о, ну, о чистоте. Клиентаориентированность там. Да, и вообще она, ну, как бы у нее такая хорошая аура там, ну, вообще классная. И она реально здесь очень чисто, а тот, как бы в то место, в которое мы первоначально приехали, там такое все. Ну, они же, они вообще не очень, да, по поводу чистоты, ну, такие же. А только им не будем об этом говорить, а то... Вот, и там, ну, как бы там как-то все, ну, не очень, да, нам не понравилось, а ценник один и тот же. Мы просто ходили, совет всем, кто поедет, да, искать жилье, просто приезжаете, на пару дней снимаете какую-то гостиницу, в отель, и потом просто ходите пешком и ищите место, которое вам понравится, потому что все, что... Ну, то есть не в прорубь сразу с головой, да, лучше как бы это, потому что кайфажор-то вон там, понятно, который слева сидит, ему лишь бы там быстрее, там, куда-то, это понятно. Ну, а вы, получается, вы же сразу, да, получается, заехали, вот прямо на месяц купили, да, заплатили за месяц сразу. Да, заплатили, и потом хорошо, что мы пошли пешком гулять, то есть нам не очень понравилось это место, хотя там, типа, был оляк-ливинг, мы как раз ехали в такое, где там будут еще какие-то люди, тоже удаленщики, там, ну, какая-то тусовка, мы поняли, что место, ну, какое-то так себе, и там какой-то перевалочный пункт, хотя, на самом деле мы там познакомились, многими ребятами, то есть туда приезжают, живут. Люди коротко приезжают. Да, хорошие виды, и потом как-то почему-то все разъезжаются, ну, что-то там. Надежда, что если нет, да. Вот, и потом мы ходили пешком, нашли эту виллу, она намного лучше, хотя ценник, ну, одинаковый. А по, вот, например, говорили, проблемы бывают со светом, интернет выключают, что-то еще какие-то, вот, штуки нехорошие есть, это что-то там такое? Свет два или один раз в день вырубают, на час есть, на сайте расписание, действительно. Ну, вопрос с интернетом мы решили. Пауэрбанк, пауэрбанк, у меня тут есть кабель специальный, просто кабель, пауэрбанк, все, пошел, у тебя интернет. Леха, такой вот это вот вырабатывать электричество, короче, такое, типа, я сейчас нормально, типа, веди эфир, я сейчас тебе накручу электричество. Если у меня ноутбук нормально держит, там, часа три, четыре, там, шесть. Хватает, да, то есть, но все равно, да, кто собрался туда рвать, надо, чтобы какие-то пауэрбанки, которые, пауэрбанк, там, правильно, чтобы и для компа были, потому что, может, такая неловкая ситуация, да, там, у тебя встречка с руководителем, а у тебя света нету, да, как бы. А, и по-хорошему, нужно еще, чтобы один был интернет, потому что у нас, по факту, есть мобильный интернет, который еще работает, еще другого оператора, есть тоже роутер такой отдельный, ну и плюс домашний интернет, то есть у нас тут три интернета, которые, если что там, он не работает, ты сразу меняешь, не работает, сразу меняешь, ну то есть. А, симки, там симка с интернетом, правильно, местная? Да, да, симки хорошие интернет ловят, в принципе, но относительно хорошо, А, да, да, что ты грешаешь, что говоришь? Вот, телеграм работает, не везде. Телеграм, скайп, у них считаются файлы обменниками, типа торрента, и они их вообще блокируют, то есть у кого-то, ну получается, он работает, а так вообще они блокируют. Господи, каменный век, какой жесть, как вы там вообще существуете? А это, симки дорогие вообще, типа, как вот в обслуживании, сколько стоит? В месяц? У нас 60 гигабайт, 2500, ну где-то рублей 500 дали, то есть не очень. А, в месяц, в месяц, да? Да, за 60 гигабайт интернет. И, а так, а звонить вот там, типа, тебе можно там бабушке в Беларусь позвонить, сразу сходу оттуда? Нет, это будет точно очень дорого, но я не звонил. Я сколько читал про это, я никогда не звонил, не пробовал. Да, как бы, какой сейчас бабушке звонить, сейчас ватсап и вайбер идти. Понятно, понятно. Так, слушайте, а я, короче, как бы это сказать, вижу, что Ася, у нее там случился, как это, переломный поворот в жизни, да? Как бы, ты же туда поехала относительно с одной профессией, да? Ну, или как, ты же, как тебе сказать, ты же туда поехала, будучи маркетологом-маркетологом еще, правильно? Вот, а там у тебя получилось так, что ты поменяла род деятельности, да? И я смотрю, что у тебя очень красивый контент там попер, и очень много просмотров есть, вот типа в Рилсак там прям вот вообще появилось, где-то даже 200 тысяч, да, по-моему, просмотров в Рилсак есть? Ну, там почти, есть один, почти под 500 тысяч, да, Рилсак. Почти под 500, да, это вот повлияло, ну, короче, я просто почему про просмотры спрашиваю тогда, потому что здесь такого как бы количества контента от тебя не было. Понятно, что качество, красота, это понятно, снимать возле ларька с арбузами, возле пятерки там, пока Леха закупает там эти какие-нибудь свои помидоры, любимые, это одно, вот, а снимать там на море, это другое, да? Вот расскажи, как так получилось, что ты поехала туда маркетологом, а стала, как это сказать, консультировать людей на Арканы, и блогерам таким немножко тревел, немножко про отношения, про сексологию, про вот это все, расскажи. Да, действительно, я вообще, мы приезжали, я была просто маркетологом, у меня был проект, над которым я работала в найме, и как-то, в общем, так все получилось, что, да, мне, ну, я уже давно начала заниматься Арканами, где-то полгода, то есть это консультирование людей по... Так, а сразу для таких, вопросы сразу, сейчас я тебе буду, ну, Арканы, это не от слова арканить, кого-то сразу, Арканы сейчас определение, что, потому что ты сейчас говоришь для людей, которые вообще, типа, что это, ты Леху сорканила, или как? Ну, знаете, слово есть такое, арканить еще, как бы, вот ты скажи сразу, что люди будут садить, которые не знают, что это такое, что это? Это энергия, можно говорить так, как называть слово, это сейчас, это описывается, да, то есть если раньше это была прям такая эзотерика, шизотерика, то сейчас уже вообще в формате, ну, такой новой психологии, это смеет... А ты на Лехе тестируешь, да, я на него смотрю, уже пошло уже шизотерика. Он все время меня спрашивает, я про него уже все давно ему рассказала. Так, короче, давай, Арканы, это, что это? Это наука, это... Это суть, ну, в общем, сам Аркан, это как энергия, да, это такая суть человека, которая может описать его паттерны, поведение, убеждения, те... А где она находится, чтобы... Где она вообще? Это вообще, типа, да, то есть это как 22 энергии, они существовали всегда, еще там, не знаю, с древнего Египта, вот просто... Там какой-то он их описал в картинках, да, вот когда есть Арканы Таро, как карты, да? Да, так. Вот, и, ну, как бы названия, они пошли оттуда. Сейчас просто очень сильно система трансформировалась. А как ты понимаешь, что у человека вот такой-то Аркан, или столько таких, как понять? Вот у Налехи, давай, например, люди будут смотреть, вот Налехи, у него какие, сколько там Арканов, какие вообще? Вообще, в портрете, ну, такое сочетание очень многих энергий, но по дате рождения, то есть первое число твоего рождения, это твоя базовая энергия. Так, подальше. Она называется колесница. Так, о, Леха сама, так Леха и есть, как бы божественная колесница на этом своем македе. Так, дальше получается по дате рождения. По дате рождения дальше. следующий месяц рождения, это тоже энергия, это период твоей жизни. Она проходит, вот с 25 до 40 лет, ты живешь, как бы, ну, проживаешь эту энергию, то есть там есть твои темы, твои уроки, там твои задачи, но это воплощение, вот. Так, подожди, а после 45 же там кони бросить уже? После 40, да, открывается новая энергия, третья, она считается, ну, там складываются цифры по году твоего рождения, тоже как бы высчитывается. Так, вопрос сразу, до 45 два Аркана только у каждого человека? Не, не, по дате и по месяцу? Ну, это основные, да, плюс есть, как бы, дальше считается, ну, то есть там еще нумерология, да, то есть там дальше начинается дата рождения, с месяцем складывается, получается, да, как бы, точка препятствия, где твои страхи, комплексы складываются. Сколько всего Арканов у человека? Давай так, чтобы типа как вот... Всего существует 22, и в каждом портрете, ну, очень много сочетаний, просто они стоят на разных позициях, и они по-разному как бы, ну, пытаются, да, и оно как бы все в такой общей композиции рассматривается. И я как раз занимаюсь консультированием вот по этому портрету, где просто можно увидеть там все твои затыки, не знаю, все твои убеждения, да, почему, как разобрать их. Ну, очень похоже на коучинг, очень похоже на сессию с психологом, просто я как бы подателем... Вот я только хотел спросить, чем это отличается сразу от сессии, например, с психологом? Вот, например, да, сразу вопрос. Это будет очень быстро. Если к психологу обычно ходят, ну, я не знаю, там, несколько, да, там вообще люди годами ходят. Вот у меня была девочка недавно на консультации, и она просто после одного часа там консультации со мной, она сказала, так можно было два года к психологу не ходить, мы просто за час, я ей разложила как бы все, все ее как бы затыки, да, и с чем ей надо работать, вот. Так, а у тебя есть уже отзывы, да, где-то от твоей, ты же уже консультируешь? Ну, я консультирую уже, сейчас получается, ну, ну, я почти год уже в этой системе работаю, отучилась, несколько обучений пришла. Давай, знаешь, как сделаем, мы, короче, прикрепим сильно твои отзывы о тебе, да, и там, я не знаю, и какой-нибудь, ты сможешь какую-то, я не знаю, что там, типа, я не знаю, там, какую-то, какую-то консультацию, есть у тебя вводная, вводный урок какой-то там, чтобы, типа, я делаю, я делаю такие диагностические, чтобы как раз людей познакомить, ну, насколько им это вообще зайдет, и будет интересно, просто там, пишите мне дату рождения, да, и я вам мини, мини такой, ну, про вас. Окей, мы, короче, прикрепим ссыл, типа, кто будет смотреть, и кто бесплатно захочет, да, типа, ты мне потом текст пришлешь, какой написать, чтобы они по этой ссылке тебе написали, и там, что там, может, у них тоже такая звездная колесница, как у Лехи, там можно рассекать, короче, но, не, я на самом деле шучу, на самом деле, эта штука интересная и серьезная, она так, я так понимаю, помогает раскрыть личность человека, да, типа, и раскрыть его слабые, сильные стороны, и скорректировать, ты же, вот, как ты, вот, микроконсультацию, давай сделаем, что ты даешь человеку? Вот то, что мне, как я это вижу, да, если ты ходишь в психологу, ну, я просто ходил к психологу, к коучам это все, и ты, они основываются на том, что ты им скажешь, да, ну, практически все, я не знаю, я не ходил там к психологам за сто тысяч, как бы, я не знаю, как они работают, Ася, она не слушает то, что ты ей говоришь, она смотрит портрет, видишь, ты к боли, и уже из этого исходит, как тебе помочь, что дальше сделать, да, ну, то есть, из того, что она видит, то есть, ты ее уже не наедешь, как бы, так сказать, так, да, хорошо, слушай, прям момент с топорнем, то есть, приходишь к Асе, говоришь, короче, Ася, ну, там, типа, что надо сказать вообще, как ты понимаешь, надо это человеку или нет, типа, вот, как вот это, я, например, ну, надо, не надо, я даже не знаю, ну, типа, типа, Нет, да, то есть, каким ты можешь зайти, например, у меня не получается, ну, типа, что-то не складываются отношения, да, типа, я не понимаю, вроде, вроде, как бы все ок, я, типа, но что-то у меня не складывается, почему, типа, я не понимаю, вот, и это можно увидеть, то есть. Так, окей, стоп, давайте, нарисуем картину, я такой, привет, Ася, нет, вот Леха такой, привет, Ася, что-то у меня там не то, с этой колесницей, да, короче, и ты такая, окей, Леша, давай, короче, давай мне дату рождения, раз, да, месяц рождения, два, и что еще ты спросишь у него? Просто дата рождения нужна, и все. Полная. Да. И все, да, короче, типа, все, вот, то есть, вот теперь, ну, понятно, да, то, что, типа, ты, как бы, ты, не как психологу, там, 40-50 минут, час, да, там раскрываешься, потом, типа, здесь, так, окей, и дальше ты, по дате ищешь арканы, определяешь, да, какие у человека арканы, и раскрываешь ему суть арканов, правильно? И мы заходим просто через какой-то запрос, типа, окей, например, вот у меня там не получается, там, вот это, да, может это, там, реализация, типа, я не могу найти дело в своей жизни, да, я не знаю, чем заниматься, так бы, окей. Так, вопрос под ковыркой, Лёхе помогло? Лёха, да, сопротивляется еще, вообще, это его колесница сопротивляется, вот это вот, там много чего есть, там много чего есть, чему сопротивляться, ну, в смысле, слушай, там, типа, хочешь делать, делай, хочешь не делать, не делай, ну, она просто рассказала, типа, почему у меня это так, и все, а я уже потихоньку делаю шажки к тому, чтобы сдвинуться, потому что я уже понимаю, откуда двигаться, куда двигаться, ну, вот такое. Одной консультации, одного посещения, в смысле, вот для расклада, этого достаточно, или как? Этого достаточно, да, чтобы ты понял вообще, ну, как бы, о чем это, да, то есть, вот, я еще делаю запись консультации, и потом люди ее пересматривают, переслушивают, и говорят, типа, о, а я это не слышал раньше, и как бы, ну, не успел. А, так, у тебя еще запись есть, то есть, ты не сказала, то есть, у тебя, ты текстом скидываешь разбор, как я понимаю, да, и потом аудиозапись присылаешь. Не, мы также в Zoom встречаемся, то есть, это как онлайн-консультация, я потом скидываю запись этого разговора, и мы, например, ходим в какие-то даже, ну, там, ну, детские темы, да, там, просто какая-то была, например, ситуация из детства, которая накладывает отпечаток вообще практически на всю твою жизнь, вот, и можно туда сходить, пересмотреть, переосознать, да, взять оттуда другие уроки, понять, что она вообще была не про это, и как бы пойти дальше, не тащить это в свою дальнейшую жизнь. Угу. Смотрите, ребятки, значит, никакого у нас тут LTV, никакого маркетинга, никаких, все, это один раз, значит, на бесплатную, значит, на бесплатную консультацию написали Айси по ссылке, она вам там скажет, что и как, что надо, не надо, потом постучались, один раз, короче, прошли вот эту штуку, и там на год хватит, да, там же не на всю же жизнь, или какой там период получается? Все равно будешь снимать как бы слоями, да, то есть вообще, в чем вообще такой прикол этой системы, в том, что вообще один аркан, да, ну, это энергия, да, ее можно рассматривать, вот у него как проявление от минусового, да, плюс сто, да, вот от нуля до ста, то есть можешь проживать на разных уровнях, и, ну, ты можешь проживать это вообще в тени, в минусах, да, а можешь на максимуме, да, выйти. Так, в минусах нам не надо, нам надо в плюсе проживать, короче, ребятки, кто захочет поподробнее, вы туда стучитесь, и будете проживать точно в плюс, как Леха, вот это натуральный кайфажер, вот, плюсит, видно. Слушайте, у тебя вот такие просмотры вот появились, они же вот, когда вы переехали, да, так много просмотров, там вовлеченности больше, комментарии, там вот это все, да, как бы переехали, это что повлияло, это что повлияло, контент, или это повлияло то, что ты еще раскрылась? Да, я думаю, что как раз это то, что я, очень активно начала этим заниматься, да, как-то поняла, что это действительно, знаешь, больше, наверное, поверила, что... Очень активно, главное, здесь было по 200 просмотров, туда поехало по полмиллиона, очень активно, очень активно. В плане того, что я поняла, что на это, ну, как бы, что это может быть, знаешь, больше, типа, как позволяешь себе, да, заниматься тем, от чего ты кайфуешь, и это может стать твоей жизнью, а не, ну, заниматься тем, чем тебе уже, ну, как бы, неинтересно, вот. А сейчас, ну, действительно, реально там горет этого, да, и мне очень нравится, я кайфую, и пошел контент, очень много, ну, да, действительно, и снимаю, и как бы в это удовольствие, когда это удовольствие, я очень много чем делюсь, в инсте, просто можете сами зайти, по своей дате рождения много, что посмотреть и почитать, там есть много рилсов, вот, и, да, и не знаю, какие-то вот просмотры, там, больше, сколько там, раза в три, наверное, подписчиков прибавилось в инсте. Ну, то есть там Леха в тихушку никакую рекламку таргетированную не включает. Ну, вообще нет, все просто. Все понятно. Слушай, давай, короче, у нас, смотри, в конце обещали, да, что ты расскажешь, про что нас всех ждет в 2023, но пока до этого прям две минуты. Давайте, чтобы интереснее было людям, которые захотят переехать, три совета от девушки, что нужно точно сделать, да, и что не нужно, и три совета вот Лехе, к парням, к мужикам, что надо сделать, и что не надо делать перед переездом. Погнали. Давай, Ась. Девушкам точно, значит, сделать все, какие вы делаете, там, не знаю, косметологические процедуры, потому что, вот, я без маникюра. Хотя здесь можно найти, но я, не знаю, я не хочу искать. Короче, в общем, максимально, не знаю, все, что делаете, там, покрасьте брови, ресницы, не знаю, что, волосы, что вы делаете, в общем, подготовьтесь заранее, потому что, как вариант, вы здесь мало что найдете. Окей, первый, второй. Да, второе, ну, что еще, купальников побольше, потому что, так, шмотки, шмот летний, и, кстати, особенное внимание на обувь, я, по-моему, еще не видела нормального магазина с обувью, а одежду, в принципе, как бы можно купить, это без проблем, достаточно дешево, ну, можно поискать. Так, третий. Что еще, что еще? Я могу пока сказать. Давай, я подумаю еще. Так, Леха? Я бы точно подготовился с такой материальной точки зрения, в плане, что... Вот, мешок бабла на Лехе висит. Нет, научился пользоваться бы бинансом, понял бы, как ты будешь делать какие-то переводы, потому что платить за вещи надо, ну, что-то все через... Ну, вообще все деньги через крипту тут проводятся. Без бинанса или какого-то понимания, как это делать, то ты тут просто можешь ничего не сделать. Потом я научился бы ездить, наверное, на байке, чтобы не... Наконец-то. Уж пожалуйста, уж местные просят, мне уже звонят, там говорят, что, забери его. Как бы так. Честно, наверное, пока все. Подожди, ну, что, без третьего пункта? По два больших совета. Слушайте, ну, давайте по третьему выжмем вообще. А, короче, да, снимите все ожидания, вот. Чтобы больше кайфовать и меньше, не знаю, страдать. Вот просто едьте без ожиданий, поймите, что это, что это реально не Москва, да, здесь как бы по-другому, вот, и... Обнулиться, обнулиться. Да, обнулиться точно. Окей, так, теперь три, что точно не надо делать. Леха, давай с тебя. Что, вот ты сделал, это не надо было так делать. А валенки с собой брать, ты тоже. Ну, кстати, я бы, наверное, брал бы меньше одежды, потому что единственная одежда, которую я тут ношу, это шорты, даже майку не ношу. Майку я одел сейчас вот просто для, чтобы майки... Ты голенький там ходишь, я знаю, вообще там уже местные тоже... майки я еще брал на созвонок, все, вот это всегда, когда я одеваю майки. Так это... Так, окей, это первое, второе. И вообще обувь, ничего, мне почти не прикрыли, только вот одни шорты, несколько бы шортов. Хорошо, хорошо, давай второй пункт. Второй пункт... Не знаю, давай ты пока. Ну, ты вот что-то, может, там затупил, например, что-то сделал, такой потом приехал туда, и нашел, например, зачем я делал это, идиот? Ну, там, не знаю. Нет такого, да? Умные люди ошибок не совершают. Так, Ася, давай тогда... Не знаю, взяли бы с собой побольше шоколада. Так, тоже нормально, первый пункт. Да, ну, какой-нибудь, не знаю, все, что какие-то, если есть реально любимые продукты, которые вы хотите с собой взять, возьмите. Понятно, что гречки здесь как бы, ну, нет, да? Ох ты, как колка, так ты прям рофлишь сейчас, прям, типа, понятно, что гречки тут нет, ваши любимые. Жрите там одну гречку, все видите, особенно в видном. Я тут одну гречку только и жру, вон со скубом. Если кто-то что-то такое любит, да, например, не знаю, я скучаю по протеиновым батончикам, спортом. Так, давай дальше. Кстати, спортзал, если вы, если вы активно занимаетесь спортом, то, даже не знаю, ну, в общем, готовьтесь, это не так просто, здесь, там, у нас есть в нашей, в нашем городе, где мы живем, только два зала, они чудовищные, там нет кондиционера, то есть готовьтесь к тому, что будете заниматься в плюс 30, там прям ровно такая же температура, то ли, в общем, в сауну сходил, то ли позанимался, ощущения такие. Господи, как там живете вообще, мне прям уже перехотелось вообще прям, жесть какая-то. Так, и ладно, и что еще давай там, что-то не надо делать? Ну, где-то затупило, может быть, там что-то сделало, там, не знаю. Но английский тут очень помогает. Тупили, что не вышли в английский, да, потому что мы тут как эти. Потому что какие-то вещи, где ты можешь договориться подешевле, или еще что-то, куда идти, или там заверни сюда про это, не можешь сказать просто нормально, да, и приходится за это платить всегда деньгами. А как уровень твоего английского, Лех? Я знаю то, что ты говорил, что ты начинал учить, и типа у тебя, ну, что-то ты там почитал, какой уровень твоего английского? Сейчас я скоро, наверное, приближусь к школьным уровням. Это когда только в школу поступаешь, в первом классе, когда... Нет, ну, наверное, класс там, может, восьмой, девятый, скоро я к нему приду. Ася, а у тебя получше, да, с английским? Получше, но тоже так. Я как бы больше какие-то базовые... У меня, может быть, просто словарный запас немного побольше, чем у Лёши, а так тоже плохо. Потому что, когда Лёха мне сказал, я начал на серьёзных щах, на белорусских серьёзных щах, типа, я начал английский, короче, учить, но кроме окей, 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 нон-стоп от Лёхи я больше ничего не слышал. Вообще, просто. Окей, one second, там, типа, one minute, please, вот это всё, всё. Типа, короче, ладно. Просто, да. Получается, смотрите, окей, всё, ладненько, класс. Вот, например, грубо говоря, сейчас, если бы стал вопрос перед вами, куда ехать, куда бы поехали? Поехали бы туда же, где сейчас находится, на Шри-Ланку, вот эту вот замечательную деревушку, или нет? Или в другое место бы поехали? Не, ну, так как есть альтернативы, то я бы поехал в другую страну, в другое место. А в какое? Ввиду, что мы уже здесь были, например, как бы, мы уже планируем, что дальше, да, и, ну, типа, скорее, там, второй раз, когда нам не очень будет здесь интересно, мы поехали ещё куда-то, ну, Таиланд, там, Бали, хотели тоже побывать, Малайзию, можно селезать. Но для первого раза прям вообще нормально, да, типа, для такого опыта именно жизни, да, вот, море, тепло, другая, Шри-Ланка прям подходит, да, то есть, типа, ничего сложного. Да, это реально несложно сюда приехать, и, ну, нам, мы думали, что это сложнее, на самом деле, всё гораздо легче. А, ну, единственный момент, мы забыли, да, поговорить, про перед тем, да, да, говори. Почта банка сделать. Так что? UnionPay, да, карту почта банка можно сделать, и ты сможешь здесь оплачивать внизу онлайн, ну, и вообще, кстати, UnionPay где-то на каких-то сервисах тоже, по-моему, можно использовать. А, ну, нифига себе, какая важная штука-то, кстати, вот поняли, ребятки? Почта банк, наше всё. Как деньги меняют здесь? Ну, деньги тут меняют, приезжает чувак, он находит на бинансе покупателя русских денег, ты переводишь этому русскому, русский переводит деньги этому шри-ланкийцу, и он тебе даёт нау. Нау даёт рубейми, а ты переводишь просто рубли там. Слушайте, а вот, типа, есть ли смысл, я не знаю, насколько вот здесь в России можно поменять, купить, например, заранее деньги той страны, в которую ты летишь, или это глупо, нельзя? Ты не купишь, покупать в Москве доллары, да, в России, и ехать с долларами, и в аэропорту ты уже поменяешь их на руки, и всё. Ну, сейчас же, насколько я знаю, больше десяти тысяч не купить, по-моему, ну, там, вывозить больше десяти тысяч, по-моему, вывозить, ну, может, даже пяти даже на человека. Или да, что, ну, их достаточно будет там, опять же, да, наверное. Ну, да. Так, понятно, окей, смотри, теперь давай бонус тем, кто выдержал вот эту всю нашу, всё наше вот это шри-ланковское непотребство до конца, да, кто, короче, давай обещанный, то есть первый подарок у тебя будет, это бесплатная вводная консультация, да, типа там ссылочку зачем напишем, а второй подарок это давай для тех, кто смотрел, типа сколько нам осталось вообще, что в двадцать третьем, давай. Правда, двадцать третий год, двадцать третий год. Давай, кратенько прям, давай. Да, очень, очень мощный в том плане, что будет, не знаю, там, желание куда-то съездить, переехать, вот это прям, это откуда, да, то есть колесницы будут нестись, вы будете куда-то хотеть ехать, главное, очень. Как эти колесницы. Да, это, кстати, год колесницы. это год колесницы. А, и год колесницы, понятно, почему переехал лупит там. Так. Вот, кстати, это очень важно, да, следить за здоровьем в этом году, прям очень важно, потому что будет классно людям, у которых есть энергия, а когда у нас есть энергия, да, когда мы хорошо спим, не знаю, запитаемся, в общем, все чекапы здоровья, которые прям мастер, если вы начали год с того, что вы болели, то это как бы вот не очень хорошая такая, звоночек, да, надо бы порубляться, почему вы, ну, как бы не встроились, да, в эти энергии, вот. Очень важно, если вы, ну, это вообще год про реализацию, да, если предыдущий год был год под энергией, которая называется влюбленная, это про выбор, это про выбор себя, про любовь к себе, мы делали выборы на всех там на фронтах, да, то этот год, он именно про реализацию, то есть то, что вы выбирали в прошлом году, в этом году вам надо реализовывать. Угу. Я понял, снимаю же пранки. Да. В общем, важно, да, что вы никому не подражаете, вы понимаете свой путь, он для вас истинный, да, и это прям очень важно, идти именно по нему. Очень важно ответственность, да, за свою жизнь взять, вообще не рисуем карты желаний, не знаю, каких-то не ждем волшебных таблеток, а прям работаем, все в наших руках, вот это очень важно. Покупайте яшму, заземляет. Хороший камень. Да, хорошо. Вот, и поэтому кто, вот, например, понимает, да, что это истинное его желание, и он двигается, и что-то делает, и реализовывает именно из любви к себе, да, а не на достигаторстве, не на том, чтобы кому-то что-то доказать, да, там, папе родным, не знаю, кому еще, да, то вот тому будет как бы очень клево, и главное, да, если у вас вдруг на что-то появился отклик, то сразу делайте, да, то есть если у нас какое-то возникает иногда желание, мы такие, было бы классно, да, а потом мозг такой начинает, ну, вот тут вот это вот, это как бы, да, всякие себе придумывать, то нерабочая схема, то есть есть отклик, реализуйте это сразу, и тогда будет классно, если будет только застревать, то, в общем, пространство будет, это, наказывать, в общем, будет прилетать. Окей, а что делать людям, которые вот сейчас все это послушали, такие, знаешь, вроде хотят что-то сделать, но не знают, что делать, к тебе записаться, правильно, чтобы ты подтолкнул, дала волшебный пинок. Ну, да, разбираться со своими желаниями, да, что реально хочется, и твои ли это желания, да, вот, ну, самопознание, если вот вам откликнулась моя система, welcome, да, если какая-то другая откликается, пожалуйста, в общем, узнавать себя, понимать, какой ты, да, что ты хочешь реально, твои истинные желания, это прямо сейчас тренд, без этого никуда, почему сейчас так много, не знаю, психологов, эзотериков, кого-нибудь угодно, да, это именно про это, мы пробуждаемся все, и, ну, сейчас это очень важно, мы все... Короче, в целом, чтобы немножко апокалиптичности, или как вот это вот убрать, апокалипсис, в целом норм будет, двумя словами, 2023, или не норм? Это мощный, да, вот, прям, кто поедет, из своих истинных желаний, и все будет получаться, все будет очень клево. Хорошо, ну, хоть это на позитиве. Так, классно, ну что, все, круто пообщались, мне кажется, да, типа, ребятки, кто будет смотреть этот выпуск, вы поняли, ссылка там, Ася вас ждет, собственно, Леха тоже, пишите, я думаю, то, что, типа, если у кого-то возникнут вопросы, или просто так что-то спросить, как там, может, кто-то захочет в эту страну, приехать, то просто тебе могут написать, или Лехе, например, найдите Леху по белорусский пранкер на Шри-Ланке, вот, типа, вот, и пишите, короче, кстати, Лех, ну, повернись вот так вот, повернись, ну, из Шантарама, прям, как вот тот чувак, точно, только он в Индии, там, был в этом городке, а вас условия получше, там, вот, да, 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 все, короче, класс, ребятки, я думаю, типа, выпуск надо завершать, спасибо, кто посмотрел до конца, и вот это я всегда забываю, не забудьте прожать жирного лукаса, там, треснуть в колокол, это важно, это важно, вот, все, можем стопать, просто, окей, так, все, класс, пошла, да, пошла? Ну, по идее, пошла, у тебя там не показывается? Да, да, вон, да, да, смотри, умничает, с Яндекса все так умничают, или только он? Так, я думаю, там побольше умничают.